Реабилитации подлежит. Этот процесс необходимо запускать. Архитектурное, культурное наследие попало в немилость не только властям, но и нуворишам. Одни борются с советским и российским имперским прошлым, вторые под шумок сносят памятники истории и прибирают к рукам куски земли, где-нибудь в центре столицы. Это обычно обсуждают на кухнях, а тут на тебе собрались немного немало в дворце республики и начали обсуждать, как с этим беспределом бороться. Отчет о культурном сборище неприлично культурных людей прямо сейчас. Они не виделись 34 года. Авторская группа тогда Зала Дружбы, теперь Дворца Республики. Место, где проводятся главные мероприятия страны – государственные приемы. Авторы встретились, чтобы рассказать историю создания одного из самых величественных зданий молдавской столицы. Их слушатели – участники конференции «Культурное наследие. Реабилитации подлежит». Это архитекторы, художники, реставраторы, музейные работники, общественные активисты и журналисты – небезразличные люди. Для них в этот день были открыты все залы дворца. К строительству в свое время привлекались лучшие из лучших в республике. Наша бригада была одна из самых лучших бригад института. Ей давали задания в основном правительственные, те, которые могли выполнить быстро, качественно и без всяких ошибок. Почему выбрали именно это место? Потому что дворец республики – это уникальное здание, в котором фактически законсервировано то самое декоративно-прикладное искусство и архитектура 80-х годов прошлого века. И это одно из немногих мест, до которых не дотянулись урученки наших бизнесменов. Слава тебе, Господи! Мы все время едем за границу, нам кажется, там лучше. На самом деле у нас много интересных мест, и вот этот дворец республики, например, может стать экскурсионным объектом. Вполне это место, куда не стыдно привезти, показать и рассказать о том, как развивалась когда-то Советская Молдавия, сейчас Республика Молдова. И спасибо большое руководству этому залу, этого учреждения. Все сохранено практически в первоначальном виде. Внимательный зритель заметит, на всех проектах не фигурирует название «Зал дружбы». Это имя комплекс получил прямо перед открытием. Зал дружбы, да, проходил под несколькими названиями. Это была пристройка гостиницы Кодру. Расстроились, да? Да, ну, несколько было названий, они были такие нейтральные. А почему? Вот есть объяснение? Объяснение, потому что сюда вкладывались колоссальные совершенно деньги. И я не знаю, вот я не знаю почему. Понятно, что это все проходило официально. Но, тем не менее, объем инвестиций был очень большой. Когда это здание стало строиться, да, то есть я думаю, что вначале даже не ожидали, что такие затраты будут большие. Потому что, когда поняли, что получается, то тогда стали привлекать и художников в больших количествах, там и материалы и так далее. То есть, и вот это вот все увеличивалось, увеличивалось и увеличивалось. Все члены авторской группы получили президентские дипломы. Двое представлены госнаградом. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо тем, которые в этом зале, которые сделали очень много для того, чтобы Кишинев и Республика Молдова выглядели красиво в те времена. Что-то сохранилось. К сожалению, в последнее время очень много уничтожается. Знаете, я уверен, что те, которые не могут ценить прошлое, свою историю, вы знаете, у таких людей нет будущего. И то, что мы видим последние годы, последние месяцы, последние недели, как разрушается то, что строилось тогда, конечно, очень больно. Больно мне, как человеку, который, ну, молодому, который не участвовал в строительстве, а вам, те, которые строили это, которые создавали, я понимаю, насколько это больно. Дворец Республики достоин внесения в регистр культурного наследия. Это первый вывод конференции. Второй – регистр нужно пересмотреть. В нем многое упущено. Третье – пожелание, скорее призыв. Необходим список объектов, находящихся в критической ситуации. Одни под угрозой сноса новыми собственниками, другие разрушаются из-за отсутствия интереса к ним местных властей. Пример – Дом культуры Приднестровского села Кицканы. Внутренней росписи в нем делал Илья Багдеско. За них художник получил золотую медаль Академию художеств СССР. Таких в МССР было всего две. Вторая – у керамистов Луизы Янцен и Эдуарда Саакова. Ее они получили за панно в цирке. Другая легендарная композиция авторов «Встреча» стала фоном для нынешней конференции. В советские времена внешнему и внутреннему виду зданий их оформлению придавалось не меньшее значение, чем их функциональности. Раскрасить действительность пытались на каждом шагу или на каждой провинциальной остановке. За их сохранение борется румынский писатель Штефан Сусай. Одна из самых красивых остановок в Молдове располагается в селе Хирово. Потрясающая остановка на ней мозаика, где Адам и Ева передают друг другу яблоко. Примар сказал, ну и что если снесем ее, новую построим. Я ему ответил, что остановка должна быть признана ценностью, наследием. Иначе селу нечем будет гордиться. Она должна быть отремонтирована, чтобы стать визитной карточкой села. Не уверен, что он меня понял. Сомневаюсь. Таких болевых точек на карте Молдовы множество. Собравшиеся постановили, помимо общих концептуальных решений, беремся за конкретные проекты. Начнем с Приднестровского Кицканского дома культуры. Может специалистам с двух берегов Днестра будет проще бороться за его спасение, нежели в одиночку.